Неоплаченные административные штрафы стоили инженеру из Белоруссии не только потери высокооплачиваемой работы, но и свободы. 42-летний Анатолий Пунтик планирует обжаловать приговор Эжинского суда, который признал его виновным в передаче взятки сотруднику отдела по вопросам миграции. Коррупционный инцидент случился в середине декабря прошлого года. Что толкнуло мужчину на такой опрометчивый поступок, расскажет Антон Булаев. На счет денег проблем не будет. Сразу же говорю. Снимается решение бабки на карту или куда, или налом, куда там. Вопросов нет. Эта оперативная запись стала одной из основных улик по уголовному делу по факту дачи взятки должностному лицу. Встреча полицейского и фигуранта произошла в декабре прошлого года. С возмущением и негодованием 42-летний уроженец Республики Беларусь Анатолий Пунтик нагрянул в Эжинский отдел по вопросам миграции. Мужчину волновали выписанные ему ранее административные штрафы, которые оплачивать он не торопился. О чем горько пожалел. Наявился в отдел по вопросам миграции, обратился к сотруднику. Сотрудник, увидев, что иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда, находится на территории Российской Федерации, обязан уведомить его о принятом отношении его решений. И, соответственно, предупредить о благоловной ответственности по статье 322 Уголовного кодекса. В связи с чем, пригласил его в кабинет служебный, где уже в служебном кабинете иностранный гражданин уже высказал ему свое предложение. Полицейскому удалось охладить пыл нежданного визитера. Анатолий Пунтик предложил сотруднику отдела по вопросам миграции увидеться позже, на нейтральной территории. Встреча под контролем оперативников состоялась вечером 13 декабря в Эжвинском микрорайоне «Строитель». За 30 тысяч рублей, по убеждению Анатолия Пунтика, стражи порядка должны были закрыть глаза на все его нарушения и не выдворять за пределы страны. После передачи аванса гражданин Республики Беларусь был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он должен был покинуть территорию Российской Федерации, поскольку был привлечен ранее к административной ответственности и не платил административные штрафы. На дачу взятки он пошел по той причине, поскольку, как он пояснил, в середине декабря, перед Новым годом, ему необходимо было уезжать на заработки в другой регион, работал он инженером. На следствии мужчина полностью признал вину и раскаялся. Судья, внимательно изучив видеозаписи, пришла к выводу, что Анатолий Пунтик виновен в даче взятки должностному лицу. В качестве наказания назначил ему год лишения свободы и штраф в двукратной сумме взятки – 60 тысяч рублей. С приговором он не согласился и обжаловал его вышестоящие инстанции. Анатолий Пунтик Анатолий Пунтик Анатолий Пунтик